Приветствую вас, и любовная зависимость, как для меня любая психологическая зависимость, не является как таковой психологической проблемой. Психологическая зависимость является в любом роде болезни, и болезнями занимаются врачи. Соответственно, самый лучший вариант для вас, и на мой взгляд, самый быстрый, это обратиться к врачу, к психотерапевту, либо к клиническому психологу, чтобы вам помогли, составили возможно, вашу клиническую картину, и, соответственно, решили бы ваши проблемы. То есть, поверьте мне, в условиях клиники с врачами, с лекарствами и с терапией, психотерапией, ну, естественно, грамотной, естественно, хорошей, естественно, качественной, да. Облегчение наступит довольно быстро. То есть, ждать вам долго не придется. Если говорить именно про психологический аспект, да, то, как правило, любовная зависимость имеет причины, еще в детстве, потому что, ну, понятно, что человек, который в зависимости любовной, да, он не очень хорошо себя, когда, например, себя контролирует, он, значит, не полностью сепарировался от своих родителей, не стал полностью самостоятельной личностью, да, вот. Ну, потому что иначе, иначе бы тогда он не впал бы в зависимость, да, вот. Я надеюсь, что это очевидно, вот. Соответственно, имели место быть эдипальные конфликты, вот. Эдипальные конфликты – это конфликты с родителями, с мамой, с папой, с близящими родственниками, нездоровые отношения между вами и ими и так далее. И, соответственно, именно с этого нужно начинать. Ага. И если у вас есть желание разбирать нашу данную проблематику, если у вас есть желание работать в данном направлении, вот, и вы, если вы понимаете, что этот процесс достаточно длительный, вот, процесс регулярной терапии, вот, раз в, ну, раз-два в неделю, вот, в течение, там, нескольких месяцев, может быть, даже больше, в зависимости от ваших проблем. Вот. Если готовы, то, конечно, любой психолог, который владеет, например, транзактным анализом, допустим, либо психоанализом, вам поможет. Вот. Но не нужно, еще раз повторяю, ждать быстрых результатов. Ждать быстрых результатов нет. Вот. И вполне вероятно, что у вас могут иметь место быть в некоторой степени какие-то откладения психические. Ну, не в том плане, что вы больны. А в том плане, что, ну, зависимость уже долго вас длится, да, как вы и сказали. Вот. И, соответственно, вы могли, ну, как бы, к ней уже привыкнуть, и, соответственно, может возникнуть сопротивление при выходе из нее. Потому что зачастую, зачастую, один из симптомов, ну, зависимость любовной, – это, значит, перенос ответственности, перенос, ну, перенос вины за все или иные действия. То есть человек, как бы, обвиняет других в том, что у него какие-то проблемы. Вот. Значит, соответственно, во избежание этого, во избежание вот данных симптомов, вам, возможно, потребуется помощь, значит, врача, ну, врача, опять же, клинического психолога, о котором я говорил, вот, чтобы вывести вас из определенного психического состояния. Вот. И, возможно, помочь вам, ага, значит, ну, войти в то состояние, соответственно, которая позволила бы вам работать продуктивно вот с вашей проблематикой, скажем так. Вот. Значит, ну, вопрос о том, кто, кто поможет. Честно говоря, любой более или менее опытный психолог вам способен помочь. То есть я не буду рекламировать себя здесь, потому что, мне кажется, это как-то, знаете, ну, слишком примитивно. У меня есть профиль, вот, с этим профилем вы можете ознакомиться, вот, у других экспертов есть тоже профили, вот, и с ними вы тоже можете ознакомиться, я полагаю, как полагаю, и, соответственно, уже выбрать себе такого психолога, который вас бы устроил целиком и по полностью. Вот. Единственное, что, что я не рекомендую вам много внимания уделять поиску, потому что это затягивает, то есть, ну, вот, поиск, да, выбор, вот, этого я выберу, этого я не выберу. С этим я буду работать, с этим я не буду работать, это вот опасная такая дорожка, вот, на которую вы можете встать, потому что, ну, можно потратить много времени, вот, но так ничего и не сделать. полезного. Для себя я имею ввиду. Вот. Также, обязательно, чтобы вы рассказали о том, на фоне чего возникла зависимость, а почему вы идеализируете человека, которого, от которого зависите, ну, я не думаю, что вы будете спорить с тем, что вы его идеализируете, вот, в той или иной степени, потому что любовная зависимость, это всегда идеализация, вот. И я полагаю, что вам необходимо подумать еще вот над таким моментом, как то, значит, значит, почему именно с этим человеком вы будете счастливы. Почему именно с ним, а не с кем-либо другим, то есть почему именно он, почему он особенный. Ну, и что вы подразумеваете под любовь, то есть что вы подразумеваете под любовью, то есть как вы понимаете любовь, что это такое любовь по вашему мнению. Вот. Откуда у вас эти представления о любви? И соответствуют ли эти представления о любви тому, что вы чувствуете и тому, чего вы хотите для вашего объекта. Обожаю, скажем так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.